Здорово ребята, вот мне один человек с Луцка прислал скутер на ремонт Honda SH 125 кубов, 2007 год, инжектор Хочу вот разбирать, но прежде всего хочу завести и продемонстрировать как она работает смотрю пыли очень много, просто вагон где-то наверно в пыльной местности ездит сейчас заведу вот так, такой стук, нездоровый стук так что наверное надо будет все разбирать и смотреть в любом случае так, друзья, короче говоря, я вот разобрал освободил уже цилиндр, головку, все от лишних, лишнего оборудования и теперь вскрыл крышку клапанов выставил верхнюю мертвую точку значит нижний клапан есть ну вроде бы нормальный, я не мерил сколько он по щупу это не главное, то что я увидел, хочу просто вам сейчас показать в верхнем смотрите это даже не люфт, не зазор это просто разбитый кулачок вот этот винт на регулировочный он просто расплескался об клапан и уже вот из-за этого такой выходил серьезный стук вот, сейчас вот попытаюсь приблизить, может быть, поближе вот видите сколько там люфта как минимум даже при чем тут люфт тут не люфт, а то, что вот клапан торец клапана разбит вообще так, дальше будем разбирать регулировочный винт и торец клапана видно да теперь смотрите, что с этой стороны какая красотища вот 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 это непонятное чудовище короче, как оно называется не знаю что с ним сделано наверное скорее всего это из-за того, что был немножко великоват немножко великоват зазор и люфт очень большой был и он начал разбивать я так думаю может быть был брачной винт но это уже остается загадкой что с ним могло случиться но вот такая ситуация есть дальше сейчас буду еще снимать сниму постель с самим распредвалом и буду разбирать уже рассухаривать сами клапана перед этим проверю на протекаемость вот и так а вот вот можете увидеть какая красотища что с ним случилось также и вот смотрите как он как должен быть и как вот есть еще чтобы получилось рассухарить это этот клапан дай бог ничего если не рассухарим то обрежем это в любом случае так ну вот такое вот еще кусочек непонятно почему как бы нагар отвалился я его не видел в поршневой там не знаю может это и раньше что-то случилось с ним но на поршне нет ничего такого ну а вот хочу чтобы просмотрели инжектор дроссельную заслонку значит где у нас вот вот вход вот вход и думаю не наверное плохо видно ну скажем так что сажи там сажи там не меньше нежели в печке все закоксовано с этой стороны то же самое вон даже пыль вот это все нужно будет перемывать вот здесь этот блок я тоже разберу я уже это делал не раз здесь я думаю сниму на видео это все дело чтобы обязательно вы посмотрели что там засоряется вот также здесь стоит форсунка это пускной коллектор здесь стоит форсунка и вот можете увидеть как вот все черно все и шло поршневое вот видите вот сажа все в саже это недопустимо чтобы такое было так дальше у нас идет сам цилиндр как бы есть сетка и здесь нет такого перепада но вверху он есть то есть вверху как бы может быть уже даже есть какое-то минимальное яйцо вот выработка есть сверху внизу здесь нет ничего видно все равно будет это все дело шлифоваться ставится новый поршень так теперь хочу поставить кольца сейчас секундочку это у нас значит сейчас скажу какое это нижнее кольцо нижнее кольцо и зазор вы можете увидеть достаточно велик дальше поставим верхнее кольцо здесь немножко поменьше но все же есть но все же есть сейчас мы нанесем немножко толстой куда она там опускается снизу может быть немножко меньше немножко но все равно это большой зазор и вот верно маслосъемное маслосъемное очень большое здесь даже нечего смотреть это просто такой видео отчет для хозяина чтобы он все видел понимал о чем идет речь ну пыль свое дело сделала ничего тут не скажешь здесь ничего нового я не увидел все достаточно старое примитивное пыль сжирает не щадит ничего рассухарил я клапана и здесь тоже опять же ничего нового я не увидел все то же самое вот впускной клапан состояние состояние его очень печальное жесть вот та самая неисправность немножко его подпилил по бокам чтобы можно было вынять с направляющего опять же таки клапана стопроцентная замена вот значит выпускной у нас в принципе нормально если его почистить я думаю будет все год может быть даже не придется покупать это клапана теперь седла значит еще проверял на протекаемость протекали оба клапана и протекали даже хорошо герметичности у него у них не было теперь в выпускном окне тоже допустим вот этот угол 40 45 градусов а может быть даже это 30 короче седла нужно делать обязательно нужно прирезать их обязательно это все буду делать не 60 ну 60 чуть-чуть там видно 30 наверное 45 вообще нет все буду вымивать вычищать ну грубо говоря короче говоря все хозяин увидит так вот цилиндр немножко его выровнял поверхность и покажу как она зашлифована вот так вперед наш метеор такой интересный поршенек кольца все остальное это все будет ставиться только что притирал клапана вот новый клапан и вот старый бэушный он хороший был значит это оригинальный клапан только в оригинальных есть вот такая надпись значит головку вот эту плоскость я тоже выровнял потому что ну как-никак она под воздействием тепловых расширений имеет свойство где-то деформироваться где-то появляются какие-то неровности теперь нужно установить постель распредвала и сам распредвал перед этим я выкрутил регулировочный винт как вы знаете он был поврежден вот есть новый оригинальный сейчас значит распредвал сам в отличном состоянии выработки вот здесь на кулачках нету супер несмотря на то что он в одном вот в этом было биение сумасшедшее но ничего значит долго не проездил он просто на этом стуке и как бы все хорошо подшипники тоже отличные выработки нету вот вот так закрутили все на самих коромыслах рокерах еще их так называют тоже нету выработки я проверил я снимал все все отлично мягенько подшипники не гудят не шумят все отлично так ну что ж ставим итак наша ласточка завелась все отлично все гуд нужно еще поставить воздушный фильтр оригинальный хонда залил масло новенькое так потом залил антифриз красный значит была немножко проблема здесь вот помпа где стоит и я поставил старую резинку она уже сжатая и через нее сочилась охлаждающая жидкость пришлось все разбирать ну как откручивать помпу и менять эту резиночку вот значит с этой стороны я все помыл фильтр бокс чистенький красивенький вот и теперь сейчас поставим фильтр все соберем и опять мы заведем с с с м львом с в и с в и в